Развитие агропромыслового комплекса произошел сегодня в Жлобинском районе. По сути, он стал свой особливый учебный плясовкой для керавников, которые находятся в резерве кадров администрации президента и Гомельского облывы Конкама. На прикладе господарок района, они выучали особливости работы Галины и шляхи выращения иснующих тут проблем. Подробности у Олега Синсерова. В зале посажения в Жлобинском районе Конкама представники региона, которые заявляются кандидатами на посады керавников предприемцев и державных органов Розного Узровню. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шилейкакажа, что сегодня в Беларуси проходит оптимизация методов работы с кадрами. Особливо значный недоход специалистов зараз у сельскох господарств, и эту проблему необходимо выращать. В проведении семинара добрая махчимость проанализовать деловые якости кожного претендента. Мы посмотрим им в душу, мы посмотрим, пообщаемся. Мы попытаемся во время беседы определить их настроение. Кто что хочет. Для того, чтобы понимать, в каком русле обучать человека, и условно с третьего места его как лучшего ставить уже на первое, рассматривать в будущем как на самостоятельный руководитель или заместитель. Хоть только кадровыми питаниями проблемы в вёске не обмежовываются, всё это ситуация о агропромысловом комплексе ускладнилась ещё и климатичными умовами. Недобор сборжа и погаршение покажчиков уже велогадовли. Это реалия, яке зараз необходимо уличивать кожному керавнику. Мы не добрали зерновых 36 тысяч тонн, из-за чего потеряли 9 миллионов рублей. Если бы мы это добрали, то у нас бы показатель, как валовое производство продукции, мы выходили бы на своё задание даже и больше. У нас задание 102,5%, а так бы мы вышли на 103%. Рост громадского остатка – задача номер один. Это позволить не только отримать додатковую продукцию, а и загрузить в могутности перепроцовщих предприемцев. В программе работы семинара наведывание жолдинского мясокомбината, недохоп сыровины, невысокие объёмы вытворчатся, складанные финансовые ситуации и недохоп кадров. Для выращения этих проблем потребны специалисты высокой квалификации и с ответственными относинами до справы. Это же цитится и сельскохозяйственных предприемств. Обороле керевниково-сельскохозяйственных предприемцев на прикладе державного предприемства Стреченске в 2016 году суточный надой на корову тут не досягал и 3,5 литров. После смены директора зараз геттэпокадчик появлялся утрая. Новый керевник навёл элементарный парадок, а так само изменил технологии утримания и кормления живёл. С наступного года на Огомщине плануется увесить новую систему оплаты керевниково-сельскохозяйственных предприемцев. Досягнение пыльных плановых показчиков поспрояя значиму повеличению к зарплате. У свою чергу отрыванная додатковая продукция дозволить полепшись финансовый стан господарки и як выник узровень життя вязковцев. Что отлично не доход по кадру, який есть у многих господарках, то у Жлобинском районе гэтую проблему выращают за помогой сельских ваконкаму. Большая проблема – это в кадрах. Но мы стараемся взаимодействовать с опрос Курнянским. Всегда обращается он ко мне, если кого-то не хватает или кого-то надо, я стараюсь ему помочь, подыскать кадры. Если где-то кто-то выпивает, мы их кодируем и обратно возвращаем хозяйство. В этом году в рамках декрета номер 3 было выездное заседание райисполкома, куда положено было 15 безработных, и с них 8 человек мы трудоустроили только в опрос Курнянске. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио «Гомель», Жлобинский район.